Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас обзор 12 каталога Avon, также Focus и Outlet. Вы просили меня рассказать о тех парфюмах, которые в Avon мне нравятся, которые подходят на осень, поэтому мы сегодня затронем эту тему поподробнее. Давайте начнем с Outlet. На первой страничке вот такие вот цены на лосьон для тела. У меня, кстати, был вот такой вот лосьончик 400 миллилитров. Неплохие лосьоны для тела. Составы у них, конечно, не очень, но неплохие выявления. 99 рублей всего будет стоить. Так, что у нас дальше еще интересного? Снова розовые инканты у нас участвуют в распродажах. Уже появляется у нас такой какой-то малиновый, да, инканта, по-моему, в 12 или в 13 каталоге. Дезодоранты по 150 миллилитров. Еще у нас по хорошей цене в каталогах уже дезодоранты по 75 миллилитров, в два раза меньше. Говорят, они якобы концентрированные, но я что-то в этом сильно сомневаюсь. Детские бальзамчики для губ по 69 рублей. Возможно, возьмем, да, котенок? Возьмем бальзам для губ с Эльзой. Да, обязательно. Осень впереди. Так, что тут еще интересного у нас с вами есть в Outlet? Тени люкс опять. Мне кажется, их распродают или выводят, девчонки. У меня вот такой вот оттенок классический черный. Называется он красивые тени. Нет, я вру вам, девчонки. У меня вот такой изысканный какао. Здесь тоже розовый в середине. Красивая палетка. Делала вам на нее обзор. Действительно красивая, но тени так себе не люкс. Не люкс. Они сыпятся и не очень хорошо держатся. А вот премьера люкс, которую многие ждали по хорошей цене. В прошлом каталоге я ее взяла по Outlet за 799 рублей минус скидка. Теперь она 549. Надеюсь, она будет на складе. И все, кто ее хотел, смогут ее приобрести. Так, дальше у нас одежда. Я как-то всегда мимо прохожу, хотя брала Уэйвен и одежду, и сумочки. В принципе, ничего себе достойное качество, но здесь ничего не заинтересовало. И на последней страничке у нас эпилятор. Но эпилятора Уэйвене брать, конечно, эпилки для педикюра, мне кажется, не стоит. Не стоит. Маленькая мощность и так далее. Не стоят они ни своих денег, ни расстройств, когда вы будете делать эпиляцию и понимать, что вам придется ее делать 4 часа. Так, дальше. Фокус. Что же нам интересного готовит Фокус? Фокус нам опять дает скидочки на дистиллерии линейку, но мне кажется, она вообще своих денег тоже не стоит. И я никогда на нее даже не смотрела. У нас появляется новинка с обложки следующего каталога. Глянцевый блеск для губ. 259 рублей он будет стоить по Фокусу. Мне он не нравится. У меня есть масло и от Эйвен, и от Фаберлик. Я прохожу мимо этой новинки. Я не люблю такой глянцевый блеск на губах. Ну, во-первых, это не стойка. Во-вторых, ну, просто не нравится. Я гораздо больше люблю матовые продукты на своих губах. Скидка на определенные парфюмы будет хорошая при покупке 2-40%. Думала, у мужа кончается Wild Country. Нравится нам эта водичка. Но оказалось, что там больше половины, поэтому мимо мужских парфюмов в этом каталоге тоже прохожу. Новинка у нас с вами... Так, Farway Rable. Да, Farway Rable. Новинка. Может быть, пробник. Если будет, возьму пробник. Вот на эти парфюмы, смотрите, Incandescence, Farway Rable, Черное платье, Черешь и Персив. По-моему, классический. Да, у нас будут скидки при покупке 2-х и более ароматов. Ароматы, кстати, ходовые все представлены. Для представителей Avon прям хорошая возможность. Новинки осени. Но это не новинки, девчонки. В прошлом году у нас были вот такие вот, как сказать, жидкие тени плюс лайнер. И они у меня до сих пор лежат, но нет того оттенка, по-моему, или нет, или у меня был вот этот вот ягодный безе, что-то типа. Нет, здесь нет такого оттенка, потому что у меня сами тени были светлые совсем, возможно, вот такие. А вот этот вот лайнер, наконечник, был сиреневый. Такой вот, может быть, даже, да. Поэтому здесь нет этого оттенка, который был в прошлом году. Что могу сказать? Не советую. Вот не советую. Мне гораздо больше нравится в Фаберли галактическое путешествие. Там равномерное сияние века. Здесь частички, причем они разного размера, и крупные, и мелкие, и на глазах это смотрится ужасно неаккуратно. Ужасно неаккуратно. Поэтому я этот продукт не советую. Вот этот лайнер, он весь сломался, он течет в жару, он вообще не стойкий, растекается по веку. Я пробую подводить нижнее веко. В общем, не советую этот продукт. Девчонки, не тратите свои деньги. Есть гораздо дешевле и достойнее. Идеальная база под макияж, праймер. Я еще праймеров в Эйвоне не видела. Очень интересно. Но мне крема от Эйвен совсем не подходит. Подумаю, может быть, и возьму. А вот этот продукт однозначно заинтересовал. Буду брать обязательно. Тинт-кушон для губ и щек. Смотрите, как красиво, нежно смотрится на губах. Я надеюсь, что и в реале так будет. Я возьму какой-нибудь нюдовый оттеночек. Сейчас мне хочется все время нюдового, потому что у меня яркий татуаж губ. Возможно, персик и бархат. Вот что-то такое. А так оттенки все очень красивые. Все нюдовые практически. Прям красота. Так, дальше. Снова вот этот тинт. У меня он есть. И в оттенке, по-моему, коралловый. Да, самый такой термоядерный. Вы знаете, продукт интересный, действительно стойкий. Я не смогла его смыть и даже с легким оттенком на губах легла спать. И он у меня на следующий день еще держался. Но они на самом деле не такие яркие. Когда вы их только нанесли, да, прям вырви глаз. Потом проходит время, а можно и прям сразу, снять излишки салфеткой, спонжем или еще чем-то. И у вас останется легкий оттенок на губах. Поэтому есть смысл попробовать этот продукт. Это действительно такой достаточно стойкий на несколько дней, если не будете двухфазным средством смывать или еще чем-то. Он у вас прям на губах будет держаться несколько дней. Так, ароматы некоторые по суперценам. Половиночки от Ив Дуэт можно приобрести. Будет всего 299 рублей. Это очень, кстати, хорошая цена. Потому что эти парфюмы считаются дорогими в Эйвен. Ну и все. Дальше у нас пробники, бижутерия. Красивые цепочки, красивые сережки. И вроде замок более-менее нормальный. Но цены не очень дешевые. В магазине можно красивую бижутерию прийти, пощупать, посмотреть. И после прошлой моей ошибки, когда у меня сразу сломалась застежка, я что-то не хочу к бижутерии Эйвен возвращаться. Новинки ароматов. Любой набор по шок цене. То есть один флакончик большой, а второй пробничек. И 5 штук пробников за 699 рублей. Это здорово. Но мне не понравился ни один аромат из этих. Вообще не понравился. Поэтому даже не хочу брать пробники. Ну и теперь, собственно, сам каталог. Что же нам приготовил интересного? Вот он за 259 рублей. Так, а сколько он у нас был в фокусе, девчонки? Тоже 259. По фокусу его брать нет абсолютно никакого смысла. Потому что по фокусу у нас скидки нет, по-моему, да? Или 15%? Нет, у нас в Outlet 15 по фокусу нет скидки, по-моему, да? А в каталоге скидка представительская. Поэтому не вижу вообще смысла брать в фокусе этот продукт. Это совершенно невыгодно. Губная помада ультра по шок цене. Помада неплохая на самом деле, но она не стойкая. Поэтому мне очень нравится. Так, здесь у нас очень, кстати, вкусная цена на матовую помаду. На матовую помаду матовая легенда. У меня есть эта помадка в оттеночке. Знойный коралл. Вы всегда спрашиваете, что за красивый оттенок у меня на губах. Это знойный коралл. Классная помада. Люблю ее. Обожаю прям. Она очень стойкая и потом равномерно сходит с губы. Все равно остается долго оттенок. Вот на этих страничках у нас якобы распродажа, в которые я уже давно не верю в AVEN, потому что все эти продукты бывают гораздо дешевле по каталогу или по тем же ценам. Поэтому мимо тоже. Интересные новинки, про которые подробно рассказывала Ирина Биби Брайн. Гель для душа с антибактериальным эффектом. Мне понравилось, что она задумалась над тем, а как же он будет обеззараживать. Получается в геле для душа либо спирт, либо еще какие-то компоненты, которые просто сушат напрочь нашу кожу. Если они убирают 99,9 бактерий через 2 минуты, они убивают и полезные. Поэтому я не знаю вообще. Я мимо точно прохожу абсолютно. Такой гель для душа я прям за свою кожу, если честно, испугалась. По ароматам, что хочу сказать. Допустим, на осень будем с вами рассматривать. Атрекшн, кстати, очень интересный аромат. Но они на любителя. Они такие унисексы. Даже я помню, кто-то писал, что они с феромонами. Мне нравится на самом деле этот аромат. У меня был он в формате 10 мл. И одно время к нему рука тянулась, а дно нет. Одно тянулось, один раз прям упивалась. Поэтому очень интересный аромат. На холодное время года советую присмотреться. Цена у них будет 699 рублей. Это вообще для аттрекшн хорошая цена. Лак. Вот этот желтенький. Тоже неплохой аромат. Очень интересный. Бергамот здесь есть. Советую тоже на осень вот этому аромату присмотреться. Лучше брать, конечно, пробники. Носить на себе и понимать, надо оно нам или нет. Инкадесенс. Тоже классный. Один из моих любимых ароматов. Но он бывает 599 рублей по скидке. Хорошо, что можно потереть страничку и многие ароматы попробовать. Он на холодное время года просто изумительный. Он очень стойкий. Один из самых стойких ароматов вейвен, который я на одежде могу чувствовать неделю, а то и две, если эта вещь не стирается. Вообще, это круто на самом деле. Я люблю очень этот аромат. Он мне с самого начала существования нравится. И у него крутой очень шлейф. Череж для любителей сладенького, мега стойкого аромата. Каталог его передает очень хорошо. Можно понюхать и попробовать. У меня многие любят череж. И вы знаете, вот знакомые, когда пшикаются, им делают комплименты. Мне он немножко приторный. Кто любит сладенькое, да. А вот череж, The Moment, я еще пробовала. Escape не пробовала, а Moment пробовала. Он вообще прям приторный-приторный. Это ароматы не мои, но для тех, кто любит сладенькое, присмотритесь. Тудэ мне вообще, девчонки, не нравится. Но я знаю, у него много очень любителей. По мне, это аромат дешевого какого-то ландыша, освежителя для туалета. Поэтому я не люблю совершенно. Кто любит ландыш, конечно, можно и присмотреться. Я не понимаю совершенно этот аромат. Аромат из вот этой линейки, да, аромат по шоку цене, смотрите, зеленый будет 1299. Это дорогая линейка. И из нее мне зашел вот только сиреневый, остальные не очень. Это достаточно дорогая линейка. Один из самых крутых и продаваемых ароматов в Avon, это Yves Confidence. Вот этот вот желтенький. Я, кстати, ни разу не ощущала зеленый. Давайте попробуем. Нет. Нет, не нравится. Yves Confidence круче гораздо. Хотя тоже тут что-то есть. Нужно брать пробники. Вот этот Yves Confidence у меня всегда берется сетка. От нее всегда вкусно пахнет. Он не очень многогранный. Звучит практически так же, как и на первых нотах. Но он классный. За 699 рублей такой флакончик взять и нормально. 50 миллилитров. Это более-менее нормальная цена. Я смотрю, сейчас цены дорожают. И дорожают. Так, ну, из того, что здесь представлено, в принципе, ничего. Мне нравится Imory Corset. Вот этот вот аромат, но он бывает гораздо дешевле. Her Story тоже интересный аромат, но можно подождать скидки. И Spir мне нравится. Желтенький. На осень я вам рассказывала его в обзоре ароматов. Прям вот самое оно. Абрикосик и так далее. Ну, это просто побаловаться. Это, знаете, вот нестойкие моноароматы. Поэтому я даже вам про них и не рассказываю. Ну, вот, в принципе, по ароматам и все. Дальше начинаются мужские. Цены на карандаши прям тоже взлетели. Нереально. Я их брала по 100 с небольшим рублей. Мне кажется, по 119 в свое время. У меня есть большой запас в очень разных оттенках. Они классные. Я их люблю, но за 209 рублей, конечно, нет. Вот такие интересные новинки появляются в линейке Color Trend. Это матовая помада за 179 рублей. Цены классные, но цвета мне не нравятся ни один. Ну, прям ни один. Разве что вот этот вот, как на модели и все. Очень скудная линейка оттенков. Металлик. Четыре оттенка всего. И кремовая помада. 169 рублей. И тоже всего получается четыре оттенка. Множество поцелуев с SPF. Поэтому мимо этих новиночек тоже прохожу. Совсем не нравится ни одна. Любой дневной крем пошел к цене. Вообще не подошли эти крема, девчонки. Матирующий делает кожу такой жирной, какой не делал ее ни один крем мне. Вот ей богу. Поэтому не подружилась я вот ни с одним кремом Вейвон. Да, есть классные уходовые средства. Вот эта пенка, это просто шедевр. Она находка для любой кожи, девчонки. На самом деле. И уж тем более для комбинированной и для жирной. Вот этот смягчающий мицеллярный скраб для лица. Тоже находка. Цена на него нормальная, можно взять. Его хватает надолго. Да, действительно крутой продукт. Но крема Иван делает, я не знаю вообще. Это просто какой-то ужас. Они забивают поры. Они жирнят. Ни один нью, ни нутроэффект, ни один крем мне не подошел. Вообще. Вот эта новиночка. Три маски. Три. По 399 рублей. Плюс скидка консультанта. Я обязательно возьму эту маску, эти маски мы с вами протестируем. Очень интересно. Здесь нужно будет надламывать упаковку, чтобы сыворотка проникла в маску. Будем пробовать. Посмотрим, стоит ли оно того. Би-би крем снова появился в каталогах. Его очень многие любят. В том числе и я. Тонирующий би-би крем. Вот он подошел. Он действительно тонирует. Он действительно крут. Есть у меня заряд энергии совершенства. Вот такой вот кремушек дневной. Тоже жирнит жутко мою кожу. Вообще лежит без дела. Не знаю, на руки, что надо его дорасходовать. А вот тонирующий, это просто супер. Я очень рекомендую вам. Он еще с SPF 20. У меня, по-моему, кремовый оттенок. И он под загар. Он может слегка ожелтеть белоснежком. Будьте внимательны. Продукт ценю по шок-ценам. Но я не знаю, насколько это шок-цена, девчонки. Вот эта маска мне приходила в подарок. Тоже безумно тяжелая. Забивает поры. Моментально начали вылезать прыщи. Кожа стала выглядеть какой-то, не знаю, увядающий. Не мой продукт. Вот не мой, не разделяю восторгов по поводу этого продукта. Ни грамма. По мне только уродует лицо. Вот, ей-богу. Забивается в поры моментально. Очень тяжелый продукт. Добила на шею декольте. Прям вот ужас. Если только для сухой кожи. Шок-цена на маски-пленки от Инью. Это вообще что-то. Это никакая не шок-цена. Они бывали и по 300 с чем-то рублей. Это такой развод. Вот, ей-богу. Я удивляюсь, Эйвен. Я брала эту маску-пленку. И она мне понравилась гораздо меньше, чем маска-пленка с икрой от Планет Спа. Поэтому вообще за маску вот такую цену Эйвен предлагает. Я не знаю. Алло, вы где очнитесь? В линейке Клиар Скин появляются интересные новиночки. Это такие наклеечки для прыщиков. То есть, если у вас есть высыпание, есть смысл взять. Я брать эту новинку не буду. У меня высыпание бывает крайне редко. И недавно я заказывала себе такой продукт в корейском магазине. Из линейки Клиар Скин все маски практически застывают в корку. Поэтому пока прохожу мимо. Тоники все жутко спиртовые. Сейчас стоят в использовании у меня. Это прям когда совсем сильно, очень сильно нужно будет подсушить кожу. Я их использую. Появляются вот такие вот резиночки для фитнеса. Три штуки за 399 рублей. Цена нормальная. Лишь бы их заказать, они не валялись. А применять, да? Скакалка. Прям вот на осень самое то. Сейчас если у нас еще будет вторая волна коронавируса, то вот этими предметами вообще надо запасаться. Хотела в прошлом каталоге заказать ребенку футболку. Вот такой не было на складе. Не знаю, может уже появилась. Футболочка классная за 399 рублей. Плюс скидочка. Хорошая цена. В каталоге есть еще один премьер люкс. И многие его путают. Это не классический премьер люкс. Классический у нас в Outlet. А этот премьер люкс Out. Мандарин роза удвоенота. Мне он не очень нравится. Что здесь еще интересно у нас? Хорошая скидка на линейку Frozen. Если вам нужно куда-то на подарочек, прям наборчик красивый и хорошо оформлен. Вот еще появляются какие новинки. Меня заинтересовала вот эта сумочка. Блин, ну ремешок вот меня смущает. Он какой-то обязывающий. Он будет на любой одежде прям смотреться как-то не очень. Я вам показывала в обзоре. Я за 200 рублей заказала сумку на Simuland. Она прям огнище. Здесь мне нравится ее размер. Мне нравится цвет. Но была бы ручка хотя бы тонкая и просто розовая. А вот это как-то вот, ну не знаю, обязывающая. 650 рублей она будет стоить. И вот такая за 350 рублей косметичка. Красивая, кстати, тоже очень. Что касается срез для волос. Шампунь и конкретно бальзамов. Мимо них я прохожу всегда, девчонки, потому что у меня от них чешется голова. Появляется вот такая вот повязочка на голову за 219 рублей. Рассветка, мне кажется, для осени уже не очень. Лучше бы она была какой-то однотонной. И будет ли она... Обхват головы 54-55. Будет ли она давить, тоже неизвестно. Переоформили линейку Naturals. Вот так вот будут выглядеть теперь все кремушки. Я их никогда не пробовала на самом деле. Потому что боюсь уже что-то Вейвен пробовать. Новинки в линейке Even Senses. Морская свежесть. Гель для душа. Жидкое мыло. Гель для душа. Морская свежесть в различных объемах. И вот такая вот пена абсолютная чистота. Мне, кстати, запах понравился. Очень понравился. Это прям действительно свежесть-свежесть. К какими-то моментами прям похож на аромат персив. Вот это вот линейка. Посмотрим. Может быть пену возьму себе такую. Это знаете, такой утренний больше уход освежающий. За 499 рублей можно будет приобрести набор из пяти продуктов. Молочко для тела, спрей. И что это у нас еще здесь? Тоже молочко. Лосьон для тела, молочко для тела, спрей для тела. Гель для душа и шампунь для волос. Мне ничего из этого не нравится абсолютно. И тем более за такие деньги. По поводу ароматов еще, девчонки. Вот любой за 189 рублей. Подорожали они уже тоже все. Но вот как раз вот этот формат можно взять для знакомства. Можно взять себе парочку штук, протестировать, если вы сомневаетесь. Здесь представлены достаточно интересно. Вот и Traction, и Luck. Классический. Always, Tomorrow. Вот эти все ароматы достойные. Максима и Confidence здесь есть. Все прям популярные ароматы можно взять, поносить на себе и понять действительно, какой вам нужен аромат. И потом взять полноразмерку уже по акции. Ну вот то, что я ждала, что мне очень хотелось протестировать. Это новая, не то что новая, а единственная Вейвен малышского линейка 0+. И здесь у нас есть увлажняющее молочко, смягчающее масло, защитный крем под подгузник, шампунь, кондиционер и средства для купания младенцев. Я обязательно возьму дочери что-нибудь. Мы потестируем, посмотрим, насколько они хорошие пахнут. Вы знаете, прям вот такими вот средствами действительно малышковыми, да, как Беопкин. Вот помните, у кого дети были маленькие, брали сначала все такое самое дорогое, немецкое, я помню, да. И вот пахнет так же, здорово пахнет. Но одушка достаточно ярко выражена, не знаю, 0+, как бы это нормально или нет. Посмотрим, я обязательно что-нибудь возьму, посмотрим, разберем с вами составы. Хотя бы более-менее фокус, ты куда пропал-то? Вот, и посмотрим, протестируем. За 179 рублей будут сыворотки для волос, я их очень люблю. Это масла питательные для секущихся кончиков, в которых много-много силиконов и которые вот одноразово делают ваши волосы очень привлекательными, сглаживают все секущиеся кончики и весь сухостой, скажем так, на вашей голове. Ну вот и все, в принципе. Если видео вам понравилось и было полезно, мои хорошие, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Я прощаюсь с вами до следующих видео. Всем пока-пока!